Привет, друзья! Меня сейчас бомбит, меня накрывает прямо конкретно. Сейчас я посмотрела видео канала «Моя семья, моё богатство». Люда, привет! Мой ответ – Чимберленду. В общем, я посмотрела, она сняла сейчас видео о минусах жизни Нью-Джерси. Но так как я фанат своего штата, я обожаю свой штат. Я считаю, что он самый лучший, самый прогрессивный и самый крутой. Да, и я не одна такая. Поэтому, конечно, всё, что она рассказала, мне дико обидно. Я с большим уважением и аппетитом отношусь к Люде. Но здесь сейчас я буду ругаться, топать ногами и давать опровержение каждому её слову. Я внимательно просмотрела её видео, сделала заметки в тетраде. Видите? Просто, чтобы вы понимали, насколько меня бомбит, на трёх листах. И пройду сейчас по всем пунктам. Поэтому, кому интересно, так как я ещё раз повторю, что я очень люблю свой штат. И всем, кому интересно будет подобное видео, оставайтесь со мной и будем разбираться. Поехали! Пункт номер один в моём рейтинге. Люда говорит, что именно штат Нью-Джерси является прямо классическим представлением одноэтажной Америки. И что они живут в самом большом городе нашего штата. И ей не хватает небоскрёбов, что в нашем городе, так как он фермерский город, фермерский штат. И ей не хватает больших домов. На что я хочу ответить, что, может, она ещё не знает, но у нас есть чудесные, очень красивые города, где я всем рекомендую, кто будет в Нью-Джерси прогуляться. Например, такие города, как Хабокин. Это очень красивый город с большими высотными домами. И там красивая набережная с видом на Манхэттен. Чудесный вид. Все самые красивые фотки на открытках, которые вы видите, сделаны с видом Нью-Йорка, Манхэттена. Скорее всего, сделаны именно там. Плюс очень красивый центр Нью-Брансвик, по-моему, там. Там, где находится известный, очень известный университет Радгерс, который он известен не только в Америке, но и, наверное, во всём мире. Он очень такой хороший университет считается. Там тоже очень красивый центр с большими домами. Всем, кому не хватает такого урбанистического стиля, когда не хватает урбанистической архитектуры, в общем, такого всего пейзажа, то всем можно рвануть туда. Ещё у нас... Чё я там чё-надо? А, Джерси-Сити. У меня в Джерси-Сити живут друзья. Они там купили квартиру. Там чудесный тоже центр. Там можно тоже погулять. Там тоже весь город почти состоит из одних высоток. Но в Джерси-Сити там надо быть осторожным, потому что там есть чёрные районы, неблагоприятные, где белым людям лучше не появляться. Второй пункт в нашей сегодняшней программе. То, что Люда сказала, что в больших городах больше возможностей для детей. Это абсолютно неправда. Я не знаю, с кем общается Люда, какой у них круг общения, но у нас очень много знакомых, друзей, которые живут на Манхэттене. Не в Бруклине, не в Куинсе, не в Гарлеме где-то, а именно на Манхэттене. И там в основном живут люди, которые... Семейные пары, но без детей. С детьми там гораздо сложнее, потому что там школы... Там не очень хорошие школы. Поэтому, если вы живёте в большом городе, таком как Манхэттен, то вам всё-таки лучше отдавать ребёнка частную школу. Это будет полезно и для ребёнка, и безопасно для вашего ребёнка. Вот. И на счёт всяких кружков и развивалок, то я знаю абсолютно точно, что люди, которые живут на Манхэттене, и когда они женятся, и когда они решают завести ребёнка, они принимают решение, скорее всего, переехать в загород, в Нью-Джерси, как непрадоксально. И города, белые города, где, по их мнению, ну, у Люды ещё другое мнение, а по их мнению, они считают, что там больше возможностей для ребёнка. Там больше кружков, там больше... Там лучше школы, там безопаснее жизнь. И там больше... Есть возможностей для семейного отдыха. Это правда. То есть здесь, так как мы живём в Нью-Джерси, у нас кругом и горы, и океан. У нас есть всё. У нас есть красивые парки, у нас красивые заповедные места есть. Именно осенью и весной все люди стараются выбраться куда-нибудь в город, потому что там чудесные виды, там реально очень красивые виды. Летом люди стараются ходить на кемпинги и сплавляются на плотах, на резиновых, катаются на каяках, по-моему, так. Чудесная рыбалка у нас тоже в Нью-Джерси. У нас очень хорошие рыбалки. У нас куча мест, где можно классно провести семейный отдых. У нас очень много всяких зон для барбекю именно у озера. Хотите, у океана, где хотите. У нас океан. У нас океан не просто рядом есть океан. У нас океан с гольфстримом, чтобы вы понимали. То есть с тёплым течением, в отличие от Калифорнии, в которой всегда ледяной океан. Едем дальше. Следующее, что смущает Люду, это слишком-слишком тихо. Я человек, который родилась в Москве и всю жизнь прожила в больших городах. Реально в больших городах. Сейчас я вам попробую рассказать. То есть я родилась в Москве, а на лето, как все нормальные дети, когда уезжали к бабушкам в деревню, я уезжала к своей бабушке в Николаев. Это, на секундочку, огромный город, в котором есть все инфраструктуры, кроме метро. Это прямо на юге Украины. Там 800 тысяч населения в своё время было. Сейчас уже, наверное, меньше, потому что разъехались. Поэтому я из одного огромного города переезжала просто в один большой город. И всё лето проводила там. Поэтому, когда мы приехали сюда в Нью-Джерси, я, честно говорю, я кайфую. Мне лучше засыпать под звуки цикад, чем под гул и шумы машин. Честное слово. Для меня это наслаждение. Моя мама, которая всю жизнь прожила в Москве, в очень хорошем районе, в Москве. Она не живёт в этой комнате, знаете, в Даре. Она живёт в очень хорошем районе, с парком, с прудом. У неё всё очень красивый район. И она приезжает сюда, и она наслаждается. Это тишиной, этим пением цикад. Тут у нас белки скачут, у нас птицы, у нас разные летают. Ну, кому как, конечно. Кому-то нравится гул автомобиля. Поэтому выбор за вами. Следующее. Я всё записала. Всё-всё-всё. Следующее. Людмила говорит, что очень скучно здесь для детей. Я не знаю, как живут её дети, честно. Потому что мы живу и никогда не сталкивались. Может быть, когда-нибудь столкнёмся. Хотя после этого видео вряд ли, да. Но, видите, меня расстреляет. Надеюсь, что до этого не дойдёт. Ну, у нас в городе не скучно. У нас дети собираются. Им покайфует обстановка. Им нравится то, что они живут в своих домах. Они устраивают даже в эпоху пандемии, на задних дворах устраивают вечеринки. Им в дом, конечно, не разрешают сейчас заходить, потому что всё-таки это коронатайм, ещё так называют они. Вот. Но они устраивают вечеринки на заднем дворе. Они собираются на школьном дворе, на велосипедах или на самокатах, кто как тусуется. Проблем нет никаких. У нас рядом вот школа, вот 7 минут пешком вот средняя школа находится. Там есть и площадка, и теннисный корт, и футбольное поле. И просто можно такой... Есть парк, просто можно погулять. То есть у меня ребёнок кайфует. Она говорит, я реально наслаждаюсь. Она говорит, Нью-Джерсон для неё, без преувеличения, это реально самый крутой и самый классный штат. Вот такие вот дела, ребят. Следующим пунктом в нашей программе – дорогое жильё. Здесь я согласна абсолютно. То есть штат Нью-Джерси считается одним из самых дорогих штатов. Он прямо в топ дорогих штатов ходит среди всей Америки. То, что вы можете купить здесь, то, что сколько здесь в среднем дом, чтобы был в хорошем, безопасном городе, с хорошей школой. Хорошей школой, я считаю, в Америке, я уже говорила, что есть рейтинг от 1 до 10. То, что ниже 7, это всё фуфло, и туда детей возить нельзя, категорически нельзя, потому что это у ребёнка вы просто обрубаете в будущее. Это всё ерунда. Всё, что от 7 до 10, это считается хорошая ворота. Да, и здесь уже тогда будет хорошая школа. И американцы, когда покупают дома, они смотрят именно на этот рейтинг школ. То есть есть на сайтах разные рейтинги школ, и от этого зависит стоимость дома. То есть оценивается не столько сам дом, а сколько именно то место, где он расположен. В Америке нельзя так жить в одном городе, а в школу водить в другой город, как, допустим, как это можно было в Москве или на Украине. Ты можешь водить ребёнка в другую школу, в другом городе, если это частная школа. И здесь проблем нет. Вот, например, в нашем городе, и все города, ближайшие возле нас, ценник начинается от 450 тысяч долларов. То есть гузелька, наша подруга, которая меня периодически мелькает в видео, вот они купили себе таунхаус в нашем городе. Им он обошёлся 500 тысяч долларов. Вот, сейчас Лейла тоже у нас очень дорого стоит съём жилья. Она снимает город Чатом. Это очень хороший город, очень хороший. Там рейтинг школ по Нью-Джерси, он находится или на первом, или на втором месте. По-моему, там Милборн и Чатом они вечно конкурируют. Наш город находится на 18-м или на 20-м месте в том году было. То есть из 400 там с чем-то школ. То есть, чтобы понимали, из чего складывается цена. Поэтому, конечно, это всё стоит дорого. И вот они приехали из Бруклина в Чатом. Они сейчас такой дом, они снимают. И им обходится 2500 плюс коммуналка. Сейчас они ищут, они хотят себе купить дом. Конечно, они смотрят в первую очередь на школы. Это правда. Нью-Джерси – это дорогой штат. И, ну, увы, за комфорт и за будущее своих детей приходится платить. Плохие врачи. Люди скажут, что плохие врачи. На самом деле, чтобы вы понимали, в Америке всё зависит от страховки. И когда человек устраивается на работу, то какой страховой пакет ему предоставляют. И это не зависит от штата, на самом деле. Это зависит от того, где и кем ты работаешь. Вот у нас, например, у Лёши, у него страховка на семью. У нас она покрывает 80% или 90% случаев всех. То есть и операции, и всё-всё-всё-всё. И мы, конечно, мы можем выбирать. У нас предоставлены для нас лично, для всех наших знакомых, для всех наших друзья. У них всех очень хорошие страховки. И у нас проблем с педиатрами нет. С детскими врачами нет. Нет проблем с родами или ещё что-то. То есть они не рожают где-то вот в Красном Кресте. Или там... То есть они рожают в хороших больницах, где есть хороший уход. Некоторые знакомые рожают в Синай-госпитале. Это в Нью-Йорке считается неплохой. Там все наши селебрики, все русские рожают. Вот. Поэтому проблема не в штате. И не проблема не в городе. А проблема, ребят, в том, что в вашем работодателе, то, что он вам не предоставляет хорошую страховку. А найти хорошего врача здесь совсем не проблема. Потому что у меня ребёнок с детства, она аллергийная. У неё атопический дерматит с рождения. И до 4-х лет, пока она жила в Москве, мы мучились. Она у нас была покрыта вся коркой. Вся была покрыта коркой. Мы не знали, что делать. Мы обращались к самым лучшим врачам в Москве. Плюс ко всему я и сама врач. Поэтому я обращалась к себе на кафедру. Ну, помощь была так себе. И когда мы приехали сюда, мы обратились и нашли хорошего. Наш педиатр рекомендовал обратиться к дерматологу. Она профессор Колумбийского университета. Это очень хороший университет, считается. Который ходит в Лигу Ключа, такой же, как Гарвард, как Ел. И вот мы к ней записались на прием. И сейчас она вот Полину нашу ведет. И у нас прошла вся аллергия. Ребенок забыл, что такое аллергия. Что такое дерматиты. И все, что с этим связано. Поэтому все зависит от страховки. И не от штата, в котором ты живешь. И не от города, в котором ты живешь. Еще одна проблема, касаясь медицины. Люда говорит, что у нас конкретно и в городе нет... Хороших врачей. Слушайте, что надо ехать в другой город. Слушайте, но здесь они настолько маленькие все города. И они так плотно друг к другу прилежат, что это вообще не проблема. То есть это вообще не проблема. То есть это так же, как ты... Я буду делать на примере Москвы. Потому что я там родилась, я там выросла. Я знаю, как это все. То есть я живу, например, в одном районе. И мне приходится ехать к хорошему доктору в соседний район города. В чем проблема? В чем проблема? У меня на учебу уходила, чтобы вы понимали. Когда я училась в Москве, я закончила 3-й медицинский университет стоматологический. Он находился на Цветном бульваре. Но все наши кафедры были разбросаны по всей Москве. А я жила в Орехово-Борисово. И то есть мне Орехово иногда приходилось ехать даже в Подмосковье. То есть у меня на дорогу уходило 2-3 часа общественным транспортом. И для меня это не было проблем. Поэтому, когда я, конечно, сюда приезжаю, приехав, мы все переехали, я на машине приеду 15-20 минут в соседний город. Это вообще ерунда. Здесь никогда не бывает пробок. Здесь никогда не бывает каких-то таких сложностей, с которыми я сталкивалась в Москве. То есть, наверное, если ты... Ну, я так допускаю, что если ты, конечно, родился в маленьком городе, и ты приехал опять сюда, уже приехал в эту же деревню, то, конечно, для тебя это, ой, целая проблема, там, на машине ехать там 20-15 минут. Ой, это трагедия. Для меня это вообще не проблема. То есть я могла по 3-4 часа с дежурства в Москве возвращаться домой, стоять на МКАДе. Те, кто живут в Москве, те, кто водит машину в Москве, тот меня поймет. Вот, то есть 40 минут и 2 часа стоять, это не проблема. И поехать в соседний район к доктору, это тоже не проблема. У меня знакомые друзья в Москве, которые живут, они своих детей возили на фигурное катание. Они вставали в 5 утра из нашего района, везли на Хадынское поле на машине. Это вы понимаете, сколько это ехать. И ты еще в 5 утра, когда ты едешь, еще ездишь до пробок, они доезжали быстренько, минут за 40-50, где-то так, да? А обратно они уже ехали по пробкам. И они возвращались и ехали 3-4 часа. И это они ездили 3-4 раза в неделю. Плюс школа. И после школы они тоже ездили. Так вот, и возят мне до знакомых на плавание в Москве. И поэтому, в чем проблема съездить в соседний город, когда ты едешь пустые дороги, у тебя нет, ну, плюс-минус 1-2 машины впереди с тебя едут. Это не проблема вообще. То есть, ну, опять-таки, я рассуждаю с позиции столичного человека, который родился в мегаполисе. Поэтому для меня это не проблема. Может, люди, которые живут в маленьких городах, для них это, конечно, проблема и большая трагедия всей жизни. Ну, и на вопрос, то, что в Америке нужны везде машины, я уже, по-моему, сейчас предыдущими сейчас и ответила. У меня в Москве все знакомые, все друзья. И на Украине мне знакомы. Они не пользуются, в принципе, общественным транспортом. Поэтому и здесь у каждого члена семьи машина. И в России, и на Украине, и в Беларуси. Сейчас это уже не 80-е, не 90-е, что ой-ой-ой, ты без машины никуда не доберешься. Сейчас ты на машине доберешься быстрее, чем общественным транспортом. Скорее всего, так. Поэтому и это нормально, когда у каждого члена семьи есть машина. У меня никто не ездит. Общественный транспорт не здесь, не в Москве, не на Украине. Все люди, по-моему, уже все пересели на машину, за руль. Ну вот, разве что родители, да, родители, они добираются общественным транспортом. И то. Их косяк родителей только в том, что они лет 10-15 назад поленились получить права. Следующее. То, что Люда, она неоднократно видео подчеркнула, что Нью-Джерси – это фермерский штат. Это штат садов, но это не фермерский штат. Это две большие разницы. То есть он цветущий, здесь много парков, здесь много всяких садов красивых. Люди, которые… Вот я вам снимала видео, там, где мы гуляли по фермам. Вот. Но это не со мной конек. 80% людей, которые живут в Нью-Джерси, поближе, вокруг Манхэттена, это вот 80% – это айтишники и финансисты. Банкиры, финансисты, айтишники, бизнесмены. Люди, которые напрямую связаны с Манхэттеном. То есть они каждый день ездят на Манхэттен работать и возвращаются в Нью-Джерси к своей семье на электричке. Некоторые занимают на дорогу, там, 40 минут, у некоторых 20 минут, у некоторых час, у некоторых, там, 2 часа. Но в основном Нью-Джерси, он очень маленький штаб. И 80% людей, которые живут здесь, это айтишники и финансисты. Люди вспомнила про латиносов, мне тоже так сказали, что они отнимают рабочие места. Латиносы – большие труженики. Они большие молодцы. Они те, которые иммигрируют с Латинской Америки, там, в частности, например, возьму Мексику. За другие страны не буду говорить, потому что я их там не была. Но мы часто были в Мексике, плюс у нас есть знакомые, которые живут в Мексике, тоже айтишники. И они рассказывают, насколько у них тяжёлая жизнь, насколько им сложно жить в Мексике. Насколько они пытаются изменить это всё. И то, конечно, когда они сюда приезжают, они и сами устраиваются, и всех своих родственников устраивают, и детей устраивают, чтобы дать какое-то будущее своей семье. Я перед ними, честно говоря, преклоняюсь, потому что они большие-большие молодцы. У них более сложная жизнь, и они стараются её как-то изменить. Вот и всё. Поэтому на них обижаться не стоит. Я бы не... Просто у русских, русскоязычных здесь, нет такой взаимоподдержки и взаимовыручки друг с другом, как у них. Они друг за друга как цепочка, как звено с звеном они друг другу помогают. Так же, как и еврейские общины в Америке, они друг за друга, они прямо держатся друг друга, и друг другу помогают. А у нас, к сожалению, такого нет. Поэтому кто нам виноват, ребят? Насчёт парков, насчёт магазинов и всего остального. У нас здесь всё, вот у нас конкретно, где мы живём, у нас всё в шаговой доступности. У нас 12 минут мы засекали пешком до станции, 25 минут пешком до Стопеншоп, 7 минут до средней школы. Старшую школу мне приходится Полину возить. М-м-м, извините, да, приходится возить. 10-15 минут на машине. Ничего страшного, я от этого не умру. Потом, возле средней школы у нас, которая 7 минут пешком, у нас там хорошая детская площадка, я вам рассказываю, плюс теннисный корт, плюс футбольное поле. Всё как в Москве, ничем не отличается, всё очень красиво. И плюс ещё бассейн, общественный городской бассейн, тоже пешком можно дойти. Потом, следующий пункт, это у нас то, что негде развлечься, и что это очень дорого стоит, что, например, 10 долларов стоит попрыгать на батуте, и мне кажется, это вообще, даже по московским меркам, это очень недорого. То есть ты платишь, например, берём Скайзон, ты платишь 10 долларов за час, твой ребёнок прыгает, это 800 рублей за час, твой ребёнок прыгает на батуте. Бой детей 1600. Хорошо, я вам прийду на жизненном примере. Есть всем известная, так называемая, Бойтенха. Там ты тоже приходишь, покупаешь билетик в один павильон, в другой павильон, в третий павильон. Каждый павильон стоит, по-моему, где-то в среднем, ну, 200-300 рублей. Скорректируйте меня, может, я ошибаюсь что-то. Вот, там и Москва Ром есть, и разные красивые всякие павильоны, там, где ты заходишь, тебе бесплатно туда никто не пустит. Наверное, там есть для, именно для москвичей, есть определённые дни, когда в Москве есть по студенческим билетам, или ты как многодетная семья, многодетная семья, ты можешь пройти бесплатно. Это в зоопарк бесплатно ты заходишь, как студент, я точно знаю, потом музей какие-то бесплатные есть, и ещё что-то, да, вот, тоже, наверное, напомните мне. Ну, это не везде так, понимаете? Это не везде так, вот. То есть, если ты приедешь куда-нибудь в другой регион страны, тебе придётся платить. И покушать ты, если ты захочешь, на ВНХ, на Красной площади, тебе за бесплатно тоже никто ничего не даст. Там тебе тоже придётся платить. Сейчас в Москве открыли там тоже парк аттракционов, там ещё какие-то всякие качели-карусели, они тоже стоят денег. Везде будет платить надо. То есть, если у вас есть дети, вам по-любому, вы априори, вы должны уже с трудом понимать, что вы будете платить за каждый шаг, за каждый кружок, за каждый аттракцион, за каждый напиток, за каждую еду. Это нормально. Поэтому, ну, чё жаловаться, ребят? Така у нас эротическая миссия. Вкалывать и оплачивать все «хочу» с нашего ребёнка. Иначе еле сидеть дома и никуда не ходить. Следующее, то, что я уже об этом, наверное, уже говорила, то, что Люда говорила, что в Нью-Джерссе совсем некуда пойти, там совсем всё печально и грустно. Ну, я так понимаю, что её город находится очень далеко от Нью-Йорка, но всё равно это не проблема. У тебя рядом находится Манхэттен, там находится лучший музей мира, лучший музей мира. Там находятся отличные современные детские такие музеи, которые, кто был у меня в Инстаграме, тот, может, видел, ну, или кто подписан на мой Инстаграм, то увидит. То мы были и в Color Factory. Это очень классное, современное такое для подростков место. Ну, не бесплатное, конечно, да. Но оно очень оригинальное и классное. Я знаю, что сейчас аналог такой хотят сделать в России. Надеюсь, что сделать это будет очень классное место для тусовки. Потом в Нью-Джерси есть очень красивые парки скульптур. То есть тоже, кто был у меня в Инстаграме, зайдите, посмотрите. Очень красивые фотографии у меня всегда там. У нас есть территория Принцентского университета. Особенно она красивая весной, когда цветут магнолии. Там чудесные парки погулять. У нас есть в Пенсильване. Тем более у вас есть машины, это вообще не проблема. То есть ты сел и поехал. Особенно красивые нам очень нравятся, когда устраивают праздник Сакуры. Как же это называется? Сейчас вспомним. В Бруклинском ботаническом саду. Очень красиво. Там всё стилизовано в японском стиле. Очень-очень красиво. Мы в этом году не попали. Мы очень об этом жалеем. У нас рядом океан. У нас рядом горы. Везде горы по всему Нью-Джерси. Поэтому у нас классный хайкинг. У нас классный можно строить с палатками пойти. И на каяках. То есть, как бы, ребят, было бы желание, места найдутся. Потому что у меня приезжают и москвичи, и люди из Украины, которые, ну, командировкой, или просто приезжают, друзья, просто на шоппинг в Нью-Йорк. Ну, в Америку. Вот. Они к нам приезжают в гости и идут на шоппинг. Вот. И мы с ними гуляем. Они офигевают. Они офигевают. То есть, ну, в Москве тоже, понимаете, чтобы попасть в какое-нибудь красивое место, вряд ли будет именно в вашем городе, в вашем районе, чтобы прямо ты вышел из подъезда и сразу охренительный парт. Или ты говоришь, а-а-а. Все равно, чтобы попасть в какое-нибудь красивое место, тебе все равно надо сесть на автобус, на метро проехать и пешочком пройти. И также в обратную сторону. То есть, чтобы попасть в парк Кускова, тебе надо сделать какой-то маршрут. Тебе тоже надо ехать, тоже надо час езды ехать. Или там полчаса, 20 минут, все равно. Чтобы попасть в Царицыно, тебе тоже надо время. Чтобы попасть в парк Коломенское, тебе нужно время. То есть, по-любому, если вы хотите увидеть что-то красивое, вам по-любому надо время. То есть, у Джерси очень красивый есть заповедник с дикими волками. Меня Полина в детстве очень любила, мы туда несколько раз ходили. То есть, очень много всяких красивых мест. Не зря Нью-Джерси считается одним из самых красивых штатов в Америке. Проблема с тренажерами, тренажерными залами. Здесь меня просто вообще, честно говоря, просто это меня убило на повал. Я, по-моему, это, наверное, единственный штат в Америке, в котором нет спортивного зала. Потому что мы до этого жили в город Раннольд, он совсем тоже маленький, и вообще в глубине Нью-Джерси. Там тоже были спортивные залы, недорого стоили. Там они стоили гораздо дешевле. Нам стоило 80 долларов на семью в месяц. То есть, конечно, если превратить на московские цены, это, может, кажется чуть-чуть и дороговато. Но по американским меркам это ничего. Это вот тебе за 80 долларов предоставлять в месяц и бассейн, и спортивные тренажеры, и бани там даже. Ну, не бани, а сауна такая была тоже маленькая. То есть, можно было и парилкой попариться. Вот здесь у нас сейчас откроили классный спортзал. Но с ковидом он, естественно, что пока сейчас не работает. Он у нас стоит 150 долларов в месяц за семью. Он у нас двухэтажный. Сейчас, когда закончится когда-нибудь ковид, я обязательно вам сделаю обзор и экскурсию. Очень красиво. И там у нас есть и спортзалы различные, и беговые дорожки, и есть йога-зал, и баскетбол, и волейбол, и теннисный корт, и все вот эти вот тренажеры для кардионагрузки. Все, что угодно. Это все стоит 150 долларов в месяц семьи. Вот, у нас три члена семьи, она стоит 150 долларов. Семейный абонемент. Плюс ко всему, это так даже немножко, мне даже странно, потому что, ну, Америка, по-моему, это одна из самых спортивных стран. Это люди, которые... Вот в Америке все поделены на две части. То есть, американцы поделены. Те, которые вообще никогда не занимаются спортом, и люди, которые всегда на спорте. Потому что это... Можно бесплатно утром выходить и бегать у себя на улице. Да, пожалуйста. Вы можете... У нас соседи, они... Может, я как-нибудь сниму, мне просто не очень удобно. Они вот в пять утра летом выходят на задний двор, стелят дорожку и занимаются йогой. Это бесплатно. Он, наверное, включает в Ютубе видео и занимается йогой каждый день в пять утра. Заключение, наверное, все. Я так много уже всего наговорила. Это у меня сейчас... Это про комплексы, когда Люда рассказывала, что живут в квартирах, и там нет детских площадок, там нет ничего. Мы жили в Рандольфе. Я уже, по-моему, снимала, у меня называется, видео, ностальгическое, по-моему, так называется. Первые годы, когда мы переехали в Америку, мы там жили. У нас в шаговой доступности была элементария, у нас в шаговой доступности был магазин, у нас была чудесная детская площадка, у нас был бассейн. Но, слушайте, во-первых, что такое комплексы? Комплексы в Америке это такие многоквартирные дома, и это временное жилье. Там люди, там американцы постоянно не живут, то есть это люди, которые эмигрировали, и им первое время надо где-то остановиться, пока они не купили дом. Или люди, которые переехали из Штата в Штат, приезжают, и им надо где-то остановиться временно. Потом они снимают дом или покупают дом и приезжают. Поэтому никто о вашем благоустройстве думать не будет. Там в основном живут студенты или пенсионеры живут, которые сдают свой дом, и им денежки идут, а они в целях экономии живут вот в этом комплексе. Потом они там эти деньги, которые от дома они получают, они ездят в круизы, еще что-то, и поэтому им эти площадки до фонаря. И люди, которые приезжают сюда временно, они там живут, ну, несколько месяцев, обычно живут там год-два. Мы жили там долго, мы жили 8 лет. Ну, потому что, во-первых, у нас было рядом с работой, у нас была там очень хорошая школа, у нас устраивала тоже школа. И мы не хотели переезжать в дом, ну, а бы какой, там, чтобы попроще подешевле. То есть у нас была в голове своя картинка, нам хотелось дом, вот, определенный дом, чтобы с красивой, тихой улицей, чтобы с хорошими школами, с хорошими соседями. Вот мы этот дом искали, мы его ждали, и вот мы о нем мечтали, и поэтому, ну, и на него попили, конечно. Вот, поэтому мы особенно не торопились, так как мы переехали с Москвы, мы жили в Москве с родителями, в квартире моей мамы, поэтому для нас и двухкомнатный апартмент оказался классно, потому что у нас было там две спальни, была гостиная, и столовая была, и кухня большая. У нас кухня была на секундочку 10 квадратных метров, просто кухня, там, где именно готовить, и плюс еще столовая. Вот, поэтому нас все устраивало, у нас там был бассейн, у нас там были тихие соседи хорошие, у нас был белый комплекс, там, то есть у нас не было ни темных, у нас было много индусов, но индусы нас не смущали, потому что это неплохие ребята, они тоже в основном приезжают сюда работать айтишниками, там, тестировщиками, которые, ну, с компьютерами все связано, и поэтому это их хорошая нация, они очень миролюбивые, они такие дружелюбные, поэтому с ними жить можно. То есть даже в Америке есть такой определенный индикатор, то есть если ты когда ищешь дом и смотришь, что в этом городе много индусов, то, скорее всего, здесь будут хорошие школы. Это вот как один еще один из проверки такой, то есть один из показателей, если много или азиатов, или индусов, то, скорее всего, здесь хорошие школы, потому что они своих детей в плохие школы не отдают. Для них очень важное образование, то есть как они, они повернуты на образование своих детей и принимают все меры, чтобы их дети получили максимально классное образование. Итак, в заключение своего видео, что я могу сказать? Если вы специалист, если у вас хорошее образование, если вы стремитесь к лучшей жизни, добро пожаловать в наш штат. Всем спасибо, ребят, за просмотр и до новых видео.